Всем привет! Вы на канале ВотГСН и как обычно перед началом нашего видео я хотел бы попросить каждого из вас поставить лайк этому видео заблаговременно и подписаться на канал. Свой лайк вы сможете отменить в любой момент, ровно как и подписку на мой канал, но этим сделаете мне приятно и поддержите мой канал. Заранее вам большое спасибо! Итак, сегодня у нас на обзоре средний танк 7 уровня Т23Е3. Почему мы его обсматриваем сегодня? Да, очень просто. Дело в том, что разработчики вывалили в ангар предложение, прошу прощения, в магазин вывалили предложение за 8500 набором два танчика Т23Е3 и Т26Е5. Т26Е5 есть видео на моем канале, обзор точно такой же, как сейчас будет на этот танчик. Напомню, все мои обзоры касаются не того, какие технические характеристики у танков, а исключительно как они катаются в обычном простом рандоме, обычным среднестатистическим игроком, у которого его результативность боев менее 50%. Я думаю, таких игроков достаточное количество. Плюс к тому, достаточное количество игроков, которые копят голду, они донатят и мало, или не донатят абсолютно, и поэтому они хотят принимать взвешенные решения, на что им тратить голду. Итак, переходим к самому танчику. Что танчик собой предлагает? Он предлагает собой динамику езды по карте, он предлагает в себе довольно неплохую скорострельную пушечку. Она малоуронная, 160 для, безусловно, семерки это мало. Но, ребят, время перезарядки неполных 3,5 секунды и суммарный урон, если вам повезет найти врагов, в которых вы будете тупо вываливать через каждые, там, неполных 4 секунды, по шоту, по 160, вы нанесете 2800 урона. А, ребят, на седьмом уровне это реально существенно. По бронированию. Не буду вдаваться в какие-то цифры, не буду сравнивать в сравнительных таблицах. Сейчас мы посмотрим, что он выдерживает, что нет. Маска орудия довольно неплохая, неплохого размера. Комбашенка, в принципе, плюс-минус небольшая. На больших расстояниях не выцелишь. ПТшкам будет в большинстве своем сложновато. Особенно, если вы будете пытаться играть от башенки. Рамбуй, не рамбуй, ловит неплохо. Посмотрим это в бою, попытаемся рамбануть там, где будет возможность. Нижний бронелист ловит и ловит прилично. Поэтому, ребят, ваша игра, ну, стандартная СТшка, которая может что-нибудь поймать, если вы неправильно куда-нибудь выехали. Итак, играем два боя. Сейчас закатимся в обычные бои. Все бустеры отключены. Посмотрим, что этот танчик может. А может ли он в принципе. Попытаемся сыграть два боя. Один бой, в котором мы попытаемся сейвиться. Попытаемся играть от команды. И попытаемся не лезть на рожон, не лезть на первую линию. Будем пытаться придерживаться второй линии. Хотя это будет немножко сложновато, поскольку ЛТшками нас, к сожалению, рандом сейчас не наделил. Мы находимся в топе. Это уже неплохо для этого танчика, поскольку более высокого уровня танки с легкостью его берут. Смотрим. Смотрим. Две ПТшки. Ну ладно, хорошо. Давайте попробуем так. Главное, чтобы все четыре ТТ сейчас к нам не приехали, потому что, ну, ребята, будет худо. Хеллкэт. Челленджер. Ну, мы картонные такие по сравнению с ТТ. Особенно с ИСом вторым. И есть у нас такая маленькая блоха Е25 у противника, которая очень скорострельная, зараза. И очень быстро носится по карте. Так. Ну вот. Встретили мы первого врага. Попытаемся немножко помансить. Немножко выведем на жадность, если такая жадность у него есть. Ждем. А вот и жадность пробилась. Ну вот мы уже и перезарядились. Это то, о чем я говорил, что, в принципе, углов, конечно, немножечко не хватает нам для того, чтобы играть прям, ну, вот, совсем от холма. Все, по-моему, по-моему, поиграли. По-моему, сейчас вам будет очень больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, одного хотя бы есть. Так. Нет, мой золотой. Давай, 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 давай. На. Это то, что я вам говорил. Скорость перезарядки этого танчика, она позволяет зарешать в любой стычке с несколькими врагами, если вам еще повезет плюс-минус иметь хотя бы одного союзника в запасе. Повреждения боевые укладки. Пробил. Повреждены, шансы взрыва увеличим. Пробил. Сейчас, сейчас, мой родной. Я тебя ослужу, необходимости кататься с нами в роддоме. И так, помогаем нашему челленджеру. Пробите. Пробите. Пробил. Пушка довольно пробивная. Как для своего уровня не смог я добрать. Не смог. Чуть-чуть не хватило времени перезарядки. Но, ребята, все равно три фрага. У нас осталась половина хп. Мы выехали, в принципе, на двух врагов. Третий такой там немножко был потерянный. Но мне кажется, что для танчика своего уровня машинка очень неплохая. Очень подвижная. Очень легко на ней мансить. Очень легко выставляться где-то там вот в какой-то круге, мотаться вокруг кого-то. Даже Е25 и то, в принципе, с трудом справлялась, когда мы начали ее крутить. А Е2 на развороте машинка. Один из танков типа ПТ в игре на этих уровнях в отношении закруток. Это вам, извините, не АТ-2 крутить. Что-то я поторопился. Ребята заговорился на радостях от того, насколько классно мы отыграли в этом бою. Итак, давайте посмотрим. 2262 урона. Считаем 2300. Заблокировано не так уж и много урона. Нам повезло. Мы сделали три фрага. Мы получили 54 тысячи чистых серебряных монет. Мы заняли первое место по урону. Ребята, и я не могу сказать, что для меня это было сложностью. Мы реально просто налегке навалили на первое место по урону. Вот такая вот интересная машинка. Давайте попробуем еще один бой. Так, ну здесь нам немножко... Немножечко-немножечко будет дискомфортненько. Дискомфорт, я думаю, нам будут доставлять в первую очередь тяжелые танки, которые будут видеть нас. Будут находиться от нас на расстоянии. Все-таки на большом расстоянии нам тяжело будет что-то с ними делать. На этой машинке. Хотя, ну сейчас посмотрим. Так. Едем-едем. Попытаемся сейчас как-нибудь вот как-нибудь вот так подъехать. И начнем отхватывать. Свей забудился немножко. Так, Т-26Е4. Конечно, будет нам немножко картину маслом портить. Это связано с тем, что танчик на своем уровне довольно бронированный. Так, наверное, нам надо сваливать отсюда. Тихенько. Тихенько, но быстренько. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На 640 не пробили. Да. Поторопились мы, конечно, занять угол. Очень поторопились. А ну, давай попробуем вот так. Промиссия. А в масочку-то сложновато мне попасть, правда? А мне не стоит. Промиссия. Восеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Да, наверное, в этом бою, ребята, мы с вами сольемся. Мы сейчас, конечно, попытаемся сделать максимум. Но этот максимум оказался довольно неплохим минимумом. Ну, ребят, давайте будем говорить откровенно. Титанчик показал себя в предыдущем бою. Можно сказать, что так же, как сейчас. Единственное, что в предыдущем бою была поддержка немножко получше. Не забейся мы все втроем в этот угол. Ну, наверное, было бы немножко как-то покомфортнее поиграть. И, возможно, мы даже бы продавили это. Правильно сыграли, конечно, противники, которые заехали на тяжике сюда и поддержали немножко с тыла. Поэтому, ребят, здесь, наверное, больше вот показательно, насколько вы умеете играть. Насколько у вас получается правильно предугадать, куда ехать. Если вы умеете, а этого танка вы не имеете, он реально должен у вас быть. Это действительно классный танчик. И я бы рекомендую, если у вас есть возможность потратить не те какие-то там 3500 голды. Ну, вот мы нанесли всего неполных 800 урона. Мы, в принципе... А, в таком... Вроде бы как бы плюсики, но не очень. И мы на третьем месте по урону. Не смогли мы реализовать в этом бою все свои возможности. Такие бои тоже бывают. Их не надо стесняться, их не надо бояться. Их надо просто принимать и понимать, что невозможно выигрывать во всех боях. Особенно, если вы среднестатистический игрок в World of Tanks Blitz. Если вы не просиживаете штаны сутками напролет, играя в эти танчики. Поэтому, ребят, возвращаемся к предложению, которое выставили сейчас разработчики. Я считаю... И это мое, правда, субъективное мнение. Следующее. 3500 голды за голый танк, который довольно неплохо показывает себя в бою. И первый бой это показал. Это не 3500 голды за танк 6 уровня. Даже если к нему насыпали всякой фигни, которая вам, в принципе, не нужна. Поэтому 3500 голды за голый танк. Это довольно вкусное предложение. Абсолютно нормальное. Для того, чтобы потратить накопленные денежки на приобретение данного танка. И периодически заходить и кайфовать в боях, в которых вы можете действительно что-то зарешать. Так как это было в первом нашем БКЮ. И отмечу еще раз, это действительно более показательный бой. В составе набора 8500. Если вас еще и заинтересовал Т26Е5. Напомню, обзор этого танка есть на моем канале. Точно такой же. Если оба этих танка вас заинтересовали, ребят, берите их в составе набора. Вы не пожалеете. Это танки и один и второй реальный must-have для среднестатистического игрока World of Tanks Blitz. Спасибо вам большое за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем благ, удачи, мира. Возвращайтесь к нам. Будем вместе кайфовать. Играйте, получайте удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok